Всем привет, с вами Алексей. Третья декада сентября и собран урожай с вот такого небольшого штамбика сорта Карамановский. Вот такой урожай. Сорт Карамановский, еще его называют президент. Правильнее, скорее всего, Карамановский, но есть такое более красивое, мне больше нравится, название президент. Вы скажете, что я там показал, какие-то три орешка, непонятные, что за фигня. Орешки, давайте, с самого начала. Это был более-менее взрослый штамбик, вот он. Высота где-то в районе метр тридцать, метр сорок, метр тридцать, скорее, в самых высоких частях. Я его пересадил, он рос в не очень хорошем месте, в затенении, но дал урожай. И, соответственно, так как сорт является одним из самых ценных, соответственно, я его пересадил, вот здесь, в квадраты, просто для себя, возле дома, для получения ореха. Орехи не являются целью, вы знаете, прекрасно, надо саженцы. Но, тем не менее, орех нужен для того, чтобы вам показать и для того, чтобы самому убедиться, что с этим сортом все хорошо. И, по крайней мере, как минимум в моей области, в Харьковской области он себя хорошо покажет для заказчиков, которые будут брать здесь. То же самое, еще один такой более, тоже взрослый густ он пока не дал. И малыши были, тоже однолеточка, вот такие они дали приросты, посмотрите. То есть, очень хорошее развитие. Здесь я не подрезал специально, хочу пустить веткой, хотел, вернее, потом буду решать. Вот такие результаты по президенту. Так, хорошо, с этим мы немного разобрались. Все вроде бы замечательно. А в чем же фишка, скажете вы? Ну, пересадил ты его. Значит, смотрите, я его пересадил, как всегда, в первых числах октября, взрослые растения, выкопал, травмируя корневую с куском земли. Пересадил, под корень добавил фосфорокалийное удобрение, обязательно, быстро растворимое, называется чистый лист. Это не реклама, рассказываю, что я делал. И, ну, скорее всего, была добавлена таблетка инициатора, еще на всякий случай, от личинки майского жука, от хруща, который очень быстро может погубить любое растение. В принципе, все. И самое главное, это же все-таки у меня, как бы, более экспериментальные участки, там, возведомо, то есть, я не подрезал. Посмотрите, я вообще его не подрезал. Это, конечно, неправильно сделано. То есть, мы травмируем корневую, мы должны были подрезать, для того, чтобы получить хорошие результаты. Но я специально так сделал, думаю, посмотрим, что будет. Итак, он навалил ореха. Этот орех я частично удалил. Вот это все, что я оставил. И все равно это неправильно с такого, видите, какой лист у него маленький получился, растение стрессует, ему тяжело. Супер ухода за ним не было. За ним был такой же уход, как за всеми остальными, то есть, опрыскивание, подкормки, но прям какого-то супер ухода за этим растение не было. Я его не поливал ежедневно и так далее. То есть, просто обычный уход ответственного дачника, очень ответственного дачника, назовем это так. Потому что, скорее всего, он попадает в такие условия. И тем не менее, несмотря на две этих специальных ошибки, я еще и получил какой-то там орех, очень красивый. И вот такой вот супер-мега урожай. Я очень доволен. Этот сорт показал себя еще хорошо в тени, дает затенение. И по трапезонту такая же ситуация. Мне это очень сильно нравится. Единственное, в плюс могу сказать, что весенних заморозков в этом году сильных не было. А так зима, все как обычно, и минус 19 было, все было. Ну, самое главное, что из вот этого орешка, на самом деле, когда все хорошо у растения, получается вот такой вот орешек. Можете сравнить. Карамановский, президент, шикарный сорт. Вот такая ситуация. Размножаем, естественно. И все. Вы так, как я, не делайте. Но эксперимент себя показал. Даже в таких не очень хороших условиях этот сорт себя хорошо показал. На этом будем заканчивать. Лайкосик обязательно поделиться с друзьями. Написать комментарий, если что-то непонятно. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok